Евгений Форонов, номер девятнадцатый! Приветствуем всех баскетбольных болельщиков в продолжение тура Единой Лиги ВТБ в Санкт-Петербурге. Зенит встречается с Нижним Новгородом. Необычный сегодня день. Локомотив, который прерывал свою просто выдающуюся по этому сезону серию в двух турнирах, дома, неожиданно оступился сегодня в середине дня в матче с Автодором на последних секундах, проиграв вторую половину и, в общем-то, решающий бросок Макса Шелекета, в общем-то, почти воспитанника краснодарского баскетбола, заставил Локомотив сложить оружие. И Уникс вновь на первом месте в турнирной таблице с одним поражением. «Зенит» пока четвертый, и, конечно же, хочется подниматься все выше и выше. Команде Василия Карасева, прекрасному коллективу, такая семейная команда. Отец и сын мы внимательно следим за тем, как идут дела у них в северной столице. Ну а Нижний Новгород всегда крепкий орешек, и мы с вами знаем, что, несмотря на то, что Нижний в этом сезоне под руководством своего фирменного тренера, Зорова Лукича идет пока достаточно низко, не входя в число восьми участников плей-офф. Тем не менее, были очень яркие матчи, были на последних секундах упущенные, можно сказать, победы в матчах с Униксом, с Химками. Так что, могли быть и повыше, Василий Карасев на ваших экранах, не будем называть составы целиком, дождемся через 2 минуты 20 секунд буквально. Награду вручает главный тренер баскетбольного клуба «Зенит» нашей команды, ваши аплодисменты, Василий Карасев. Мы приглашаем Василия Карасева на центр площадки. Отвлекают Василия Карасева немножко от начала сегодняшней встречи, награждает он. Итак, дорогие друзья, мне кажется, сейчас зал должен сорваться в логике ВТБ. Потому как МВП Лиги в январе стал форвард Зенита. Самый ценный игрок. Сергей Карасев! Лиги в январе и поздравление сыну. Ну вот такой символичный подарок, вот такой бриллиант был подарен отцом сыну. Итак, ребята, спасибо большое за счет. Это очень комфортно работает, мне кажется, в этой связке. В паркету поднимите руки, поднимите руки, поднимите руки. Василию и Сергею Карасевым. Нижний Новгород. Василий Мартынов, Максим Григорьев, Артем Камолов, Владимир Веременко, Степан Елова, Дмитрий Узинский, Катургуванов, Илья Попов, Иван Стребков, Владимир Панин, Джейкоб Одом и Александр Захаров. Под руководством Зорана Лукича приехал сегодня в Санкт-Петербург. Трибуны напротив, выше руки, выше руки. Главный тренер Нижнего на ваших экранах помогает ему. Кто поймал, кто поймал? Синяя есть, отлично. Нужна белая. У кого белая? Соотечественник, Презор Гвандаревич, Зенит, Василий Карасев и команда. Скотт Реннесс первый, Иван Лазарев четвертый, Сергей Карасев седьмой, Никита Баринов одиннадцатый, Артем Левров тринадцатый, Евгений Воронов восемнадцатый, Марка Симонович девятнадцатый, Шейн Уиттингтон двадцать первый, Демонт и Картер двадцать второй, Малком Гриффин двадцать третий, Хайл Кулич двадцать четвертый и Евгений Валиев под тридцать первым номером. Сегодня в составе Зенита. Стартовые составы. И Василий Карасев. Уже готовят первое владение. Рисует Атаку, которая способна удивить соперника. Прекрасный парень пришел по ходу этого сезона в Зенит. Шейн Уиттингтон. В какой-то степени он напоминает Кайло Ландри. Недавним прошлым капитаном Зенита. По своим функциям. Семеновинов, Сергей Круг, Станислав Валеев. Аплодировать ритмично. Арбитры сегодняшней встречи. Аплодировать до тех пор, пока первый мяч не будет заброшен нашей командой. Семеновинов. Итак, стой секунды. Как только мяч будет вброшен, Судейские элиты России все выше и выше поднимаются в табели о рангах. Но мы смотрим постепенно стартовые пятерки, которые выходят на площадку. Но о матче-то для вас из Москвы комментирует Дмитрий Граненко с огромным удовольствием. Буду ожидать вместе с вами отчаянной борьбы. Петр Губанов, Еловац, мы видим Панин, Стрепков. И не успел заметить пятого игрока. Уитингтон, Карасев, Симонович, Воронов и Рейнольдс. Это пятерка Зенита. Плотный график у баскетболистов из Санкт-Петербурга. Они по-прежнему сражаются за выход в плей-офф в Еврокубке. Очень ответственный выезд предстоит 7 февраля. И поединок как раз за выход в следующий раунд с итальянским Турином. Но это будет потом, а сейчас игра-подготовка. Выигрывает стартовый спорный «Зенит». Рейнольдс получает на вход от Воронова. И с обратной стороны кольца заносит этот мяч. Такой трик-шот. Здесь тоже неплохой вход, но накрыт этот бросок Евгений Воронов. Дальше сражается Рейнольдс. И Панин был здесь активней. От защитника «Зенита» мяч уходит за собственную лицевую линию. Стрябков. Ой, какой хороший пас на Губанова. И Петр Губанов тоже показывает технические умения свои. Из-под юбки, казалось бы, выбрасывал мяч такой непростой. И тем не менее, накрыть этот мяч было очень сложно. А это переднюю дужку. Средний бросок Сергея Карасева. И вновь «Зенит» впереди. Под четвертым номером Артем Камолов. В составе Нижнего. Воспитанник ЦСКА. Посмотрим на него в деле. Очень многообещающий парень был в свое время. Шейн Уитингтон, получается, персональное замечание. Хоть и показывает нам Марка Симоновича. Готар Губанов встает на линию штрафных. Такой очень качественный игрок в перекате поля. Ветер Губанов уж столько коллективу сменил. В единой лиге ВТБ. И все время на хорошем счету. Надежный игрок. Едва не потерял контроль над бичом Рейнольдс. Соло в исполнении Вороновой. Спиной продавил по ходу. Мячик попрыгал под ушки. А дальше... Уитингтон что, второй фол здесь получит? Да, пожалуй, что убрал с дороги. Вадима Панина. 4-3 и неприятные два персональных замечания на старте Уитингтона. Вот Камолов со своим трехочковым фирменом. Хорошая очень рука. И он выводит Нижний Новгород вперед. 6-4. Воронов. Витингтон проваливается. Что-нибудь полезное я бы совершил, да? От счета. Здесь Панин уже не справился. Сравнивает Уитингтон счет. Рейнольдс. С мячом вышел в аут. Похоже, что вместо Уитингтона появился в составе Санкт-Петербурга. Иван Лазарев и еще одна дальняя атака. Нижний хорош. Еловац. Опытнейший. Стехан Еловац. Пришелся ко двору в команде Лукича. Всего пара легионеров. Таковым не считаем, наверное, даже Владимира Веремеенко. Джейкоб Одом и Еловац. И конец Исер. Рейнольдс. Отыгрывает на Воронова. Секунд остается всего шесть. Женя ныряет под Губанова и находит руку. Позволяющую ему встать на линию штрафных. Перекладывает в последний момент направо еще специально, чтобы найти этот пол. Там, где, собственно, и ждал. Петр. Отстает. Зенит немного на старте. Надо догонять. И аккуратно. Воронов отправляет оба штрафных в цель. 8-9. Рейнольдс. Отпасно так. В борт играл фактически Стрибкова. А потом отстегнулся. Снайперу Стрибкову этого и надо. 11-8. Карасев сбрасывает на Рейнольдса. А здесь совсем рядом Симонович. На позиции центра оказался, но полукрюк в лицевую не прошел. Губанов пытается провалиться за спину. С правой стороны попробовал бросить, но Карасев снимает мяч с дужки. Симонович. Рейнольдс. Заступ и ушел. И ушел, оставил игрока. Сергей Карасев. Пока на розыгрыше. Маркус Симонович из угла. Сравнивает счет. 11-11. Неплохо за спину Рейнольдс. Метался тут между Стрибковым и Елловатсом. Первое персональное замечание. Вполне себе дисциплинированно играет нижний. Стрибков. Время идет. 5 секунд остается. Иван нашел передачу в разрез между двумя игроками. И проиграв немножко по позиции, цепляет Елловатса Сергей Карасев. Да, под локоть. Елловатс, но это совсем грубое и неспортивное, получает Лазарев. Почти борцовский прием. Без подбора штрафные вместо Лазарева. Как показалось, наверное, справедливо. Карасеву не здорово. Он вошел на место Вытингтона. Никита Баринов на площадке. А первый штрафной Елловатс не забрасывает. Второй точно. Второй точно. Вот так. Стрибков и молодец. Елловатс. Попадает этот полукрюк. Тяжелый мяч. 14-11. Ну что ж, наказали тремя очками за этот неспортивный. Столкновение и фолл в нападении в итоге. Два серба. Симонович и Елловатс. Не глядя фактически. Симонович врезался. Уже теряя равновесие. И хорошо отступал грамотно. Стебен Елловатс. Непростое начало. И поднимает Карасев лучшего своего снайпера. Кайло Куричи уже. Также на площадке в Зените под 23 номером Малькольм Гриффин. Тоже последнее приобретение. Воронов. Против Камолова. И здесь спорный будет. Справились Фанин с Камоловым. Куричи Валиев. Впервые на площадке. Середина первой четверти. Гриффин как внимательно не дал получить мяч. К Слепкову. И здесь неплохо. Хороший заступ двойной от Валиева и Карасева. Как придержали атаку. Четыре секунды всего остается. А дальше не сдержался Вали. Ну а перебор командных уже у Зенита есть. Поэтому Вадим Панин на линии штрафных бросков. У Нижнего пока два командных замечаний всего. Я говорю, что выглядит очень дисциплинированно команда. Зорана Лукича. Гриффин. Баринов. Гурич Гриффин оставляет. И вот такое забегание. Опоздал на шаг Стребков. Мяч забросить не дал. Тем не менее. Иван. Сергей Карасев. Давит. Свежеполученная статуэтка. Видимо пока не здорово получается. И у нас от Карасева даже атак, по-моему, не было. Есть два очка. Я причем не припомню даже этой атаке Сергея. Пока Панин второй раз подряд встает на линии штрафных. Включайся! Включайся! 4 из 4. 18-13 в пользу Нижнего. Зенит в целом не очень активен. За 6 минут игрового времени всего 6 атак с игры. По атаке в минуту. У Нижнего 9. Гриффин. Внизу где-то фалил там Стребков. 2-е персональное замечание у Ивана. Одум. Уверенно 2 из 2 от Гриффина. Вот еще одна атака. 3 очка нет. За стопом все-таки. 20-15. Отъеловаться. Хороший процент. Недоволен действиями Камолова последними. Главный тренер Нижнего Новгорода Кайл Курищ на штрафе. И быстренько Нижний сравнялся по командным замечаниям. Буквально в течение полутора минут. Кайл Курищ! Еловоксов. Пол нападения. Сергей Круг выписывает. Начал искать своих игроков. И не заметил, как подкрался к нему Никита Баринов под 93-м номером. Захаров. Появляется у Нижнего. Отрывается от хорошего защитника Панина. И не забрасывает. Мударом сверху попадает Душку. Одом. Губанов на Захарова. Захарова. Хорошее ускорение от Карасева. Не справляются игроки Нижнего. С этим спортом. Вадик Панин получает персональное замечание. Первое для него. Глубокая скамейка у Зенита. Только в концовке первой четверти появляется Харпер свежий. На штрафных начинается промаха Сергей. Сергей Николаевич. Только третий очко его в сегодняшнем матче. Ух ты! А вот это здорово! Узинский. Классно переложил на правую и забросил сверху. Никто не смог остановить этот проход. Гриффин против Панина. В трехсекундную зону на Валиева. Тот в углу находит одинокого Харпера. Как всегда сражается за эти подборы. И сколько полезного уже сделал в сезоне Валиев. Даже сейчас. В итоге три броска от Карасева. Потому что проиграли подборы даже. А не потому что сфалили сейчас. На снайпере Зенита. В окружении трех игроков соперника. Он смог. Вырвать этот мяч и отправить на периметр. Своему партнеру. Владимир Веремеенко. Да. Ты записался, добровольцы? Потихонечку наверстывают упущенные на старте. Зенит. Хорошие рабочие моменты. Как грамотно все-таки выбран логотип клуба. Лев. Наследие санкт-петербургских львов. Команда однодневки, можно сказать. В свое время. К Зениту не имеющие ровно никакого отношения. Но там тоже начиналось со львов. Все-таки в Санкт-Петербург. Владимир Веремеенко. Ну, никогда сильные его чертой штрафные не были. Один из двух и 23-21. Полтора минуты до окончания первой четверти. Так, прилично, кстати. Она длится уже 25 минут почти. Хорошая результативность. Неплохие скорости. Лазарев. И опять глупый пол. Там не спортивный. Здесь на плечах, как рюкзак. Повис. На плечах третье персональное замечание. Все, ритм игры сломан абсолютно для этого игрока. Вне всякого сомнения талантливого. Тут и бутылку может на пол в сердцах бросить. Вадик Панин. Третий раз встает на линию штрафных. И первый раз промахивает. Еще раз. Один из двух. Немножко выросло преимущество. Еще опять до одного трехочкового. 24-21. Гриттен. Прочитал. Одам эту передачу. Геремеенко. А здесь зацепили его. Хотя, в общем-то, к этому второму броску, наверное, Волотий готов-то не был как следует. Двадцать пять, двадцать один. Двадцать пять. Сейчас уверенно два из двух. Последняя минута идет. Наметившаяся погоня была приостановлена парой ошибок. Карасев в переднюю дужку и удобный оскок для защитников. Одум не торопится. Очень хочется сохранить Нижнему Новгороду. Вот это преимущество по итогам десяти минут. Снайперы по углам встали. Одум сам атакует и не поднимает траекторию этого броска. Может быть, поторопился с ним все-таки. Гриффин. Мяч улетает на чужую половину. Двенадцать секунд остается. Гриффин понимает, что это заключительное владение в этой четверти. Атака. Мяч потерялся в воздухе и не достался фактически никому. Счет не изменился. Двадцать один, двадцать шесть. И у нас с вами маленькая пауза. С детства понимать, что такое надо. Мечтать о рекордах. Преодолевать трудности. Учиться улучшить. Играть в команде. Биться за свою страну. И побеждать. Поможем. Вот так. А теперь громко аплодисменты. Синит-шоу Soul Sisters. Друзья, мы напоминаем, что продолжается розыгрыш ценных призов от наших партнеров. И флешмоб «Россия в моем сердце». Участвовать проще простого. Сделайте фото с сердечком. Ну что ж, Сергей Карасев в этой паузе сказал, что давайте-ка все-таки не палить по воробьям. Не торопиться с атакой. Мы плохо бежим. Теряя свой козырь здесь. Поддержим наших олимпийских спортсменов. Посмотрим, что сможет изменить команда после этого замечания. Вынужден Карасев сейчас приверживать Уитингтона с двумя персональными замечаниями. Совсем выпал Лазарев. Не видим мы цепкой защиты Евгения Воронова. Капитана команды. Так, там в борьбе за позицию нарушает правила Захаров. Рейнольдс из-за лицевой. Находит Курича. Кайл Курич. Дальняя попытка. Надежно Одом прижимает мяч к груди. И здесь Веремеенко в одно касание. Да, принимая уже поднимался в воздух. Хорошее решение. 28-21. Курич в одиночку. Вот он на Веремеенко. И все-таки дошла передача до Панина. Карасев ждал этого броска. Вадима. И вот такое сожалению. Вадима. Захаров длинный такой отрезок проводит. Рабочая лошадка. Атакует издали. И пожалуйста. Не зря держит его на паркете Зоран Лукич. Свои три очка он забросил уже. И плюс 10. Максимальное превосходство Нижнего в этом матче. На старте второй четверти. Воронов. Непростая атака. И Женя наработал на эти два очка. Столкновение. Там было Сверемеенко на заступе. Выдержал Воронов. Не стал апеллировать. Ни на какой фол пошел дальше. Узинский вроде недавно сидел на замене. Вновь был выпущен. На площадку. Рейнольдс. Свободный периметр. Все как-то расступились. Веремеенко провалился. Пытаясь ликвидировать неудачный вроде бы размен. Но нельзя оставлять Рейнольдса на дуге. Пять очков подряд набирает Зенит. Сокращает дистанцию вдвое. Какое зависание. Два с фолом. От Джейка Одума. Первое персональное замечание Зенитского капитана. Не хватает очень красивого Уитингтона на площадке. Вынужден его вернуть сейчас. Ну, два плюс один не получилось. Одума. Витингтон отдохнул здорово. Бросился помогать сразу. И попадает в лоб из-за дуги. 33-28. Еще один тяжелый ближний мяч на счету Одума. Повис то ли на руке, то ли на мяче. Джейк Одум. Впервые на площадке Макс Григорьев. Ой, как давно не видел его в деле. Долго-долго восстанавливался после тяжелейшей травмы, операции. Рейнольдс. Шесть очков у Рейнольдса. Ускорение и бросок. Хорошая пауза от Владимира Веремеенко. И еще один трудовой мяч Нижнего. Потеря на пивоте Вытингтона. Технично хотел обыграть, но забыл мяч за спиной. Еловац. Веремеенко с линии штрафного броска. Готов Владимир. 39-30. Не сдается Нижний. Не сдает позиций своих. И так и держит набранную уже по ходу этой четверти планку. В районе 10 очков. И главное, что очень... Точно атакует. На данный момент у команды Лукича под 60%. Реализация с игры очень-очень неплохо. 11-8 преимущество на подборах. Видите, подборов не так много у тех и у других. Поскольку в целом процент попадания достаточно высокий. Гневный таймаут от Карасева. Приходится перекраивать состав. Новых игроков вводить. Аргентинец О'Правитало не прижился в команде. Вот на его позицию прибыл Гриффин. Но тоже пока непонятно, чем сможет серьезно помочь. Вот этот самый 23 номер. В прошлом сезоне в скромном латвийском клубе из Лейпае выступал. Еловац перебрасывает кольцо. Здесь достаточно медленно возвращавшийся в защиту Григорьев. Цепляет на всякий случай американца. Стрибков вернулся в игру. Не заступил ли там уже Симонович Еловац? Находит Григорьева. А тот в углу Узинского. Видите, удар сверху красивый. И точный бросок из угла. Два из двух у Узинского. Очень надежно. И плюс 12 Нижний ведет. Еще один исторический максимум. Одна потеря всего пока у Нижнего Новгорода. Два очка засчитали в этом столкновении Воронову. Два плюс один ситуация у капитана. И три очка в одной атаке. 42-33. Губанов перевод. Зинский. Макса прижали. Но находит он. И посмотрите, не падает процент у Нижнего. Буквально за полторы секунды до конца владения. Средний бросок в лицевую забрасывает Еловац. Зинский отступает против Воронова. И фалит на последнем рубеже. Иначе было не сыграть. Первый штрафный залетает. И второй точно. Четыре подряд штрафных от Евгения Воронова. Стрепков опережает Гриффин. А вот здесь тяжело. Губанов подоспел вовремя. Валиев нарушает правила на Петре. Что там с командными замечаниями. И третий фоу. О, как непросто будет заканчивать эту игру. Карасеву. Три у Валиева. Три у Лазарева. И всего-навсего третий командный у Зенита. Два из которых подряд получает сейчас Валиев. У нижнего исчерпан лимит. Зинский. Еловац. Очковая попытка неплохая от Григорьева. Гриффин добежал. Дотянул этот мяч. Стрепков там с претензией на фол. Еловац. Степбэк с отклонением. Бросочек. Не точно. Есть шанс у Зенита. При поддержке зрителей сейчас эмоционально. Выровнять ситуацию. И забрасывает эту трешку. Симонович 40-44. Соответственно, тут же Зоран Лупич берет тайм-аут. Потеряна. Стратегическая такая инициатива сейчас нижним. Давай, давай, давай. Начинаем. И тем не менее, пока командно очень неплохо смотрится нижний. Девять игроков набрали очки в этом матче. Очень ровный протокол. Самый результативный с десятью палами Еловац. У Зенита семь игроков отличились. Не появлялся на площадке пока только Артем Вихров. У Нижнего в запасе еще Мартынов и Попов. Ну, Марко Симонович два из двух. Ух ты! Как вывернулся из сложнейшей ситуации Губанов сейчас. А передача хороша! Защитники прочитали. Мячик сам сейчас пересек центральную линию. Стрябков. Можно сказать, что в раннем нападении решил все вопросы. Этим средним броском. 48-40. Три минуты до большого перерыва. Курич сбрасывает Гриффин. И тут возвращает. 80 секунд. И попадает Кайл Курич. Первый трехочковый. Главного снайпера Зенита в этом сезоне. Рука, конечно, почти волшебная. Сравнялись по количеству трех очков. По четыре у тех и у других. На Баринова и первые очки. Сейчас, возможно, наберет Никита Баринов. В этом матче пусть не с игры. С линии штрафная. Карасев возвращается на концовку. Вспомнил. Родители о сыне. Шесть очков пока у Сергея Карасева. Поддержка, поддержка. Поддержка, друзья. Ну вот, 44-48. Один штрафной залетает у Баринова. Сумели в две передачи преодолеть прессинг. Игроки Нижнего Новгорода. Мяч еще в площадке. Остается всего 4 секунды. Успевает провести эту атаку. Еловац. Но мяч касается верхнего края счета. Очень хорошо в защите. Зенит. Решительный вперед выбрасываем мяч. Тарасев через центр. Скидка, которую ждали опять защитники. Зинский. Очень уверенно, очень стремительно и решительно. Еловац. Рейнольдс и Курич. Изящно очень. В бэк-дор ворвался. Ставил Камолова за спиной. Четвертый фолк. По-прежнему непробивной. Из-за боковой. И Мартынова мы видим в деле. Еловац. Посмотрите, какой настырный. Сербская дуэль. Выигрывает ее Симонович и Марко Симонович. Останавливает счет в одном среднем броске. От ничейного результата Мартынов. Еще одна российская надежда. Хорошую передачу. Отдает прямо в руки. Как на блюдечке с золотой каемочкой выложил для Аелова. Ц52-48. Половину, похоже, нижний выиграет. Но это четверть останется. С небольшим перевесом за Зенитом. Микурича отнимают мяч. Бросок со своей половины площадки. Да, потери заканчиваются. Владение Зенита опять-таки. Не очень доволен этим фактом. Василий Карасев исправлять все придется через 14 с половиной минут. А вернемся мы где-то через 13 на арену в Санкт-Петербурге. В игре все решает счет. Разгромный счет. Вторую половину матча Зенит-Нижний Новгород. Начинаем с подборки самых красивых моментов. А вот, кстати, и бросок Сергея Карасева мы с вами увидели. Их результативных было сегодня не так много. Зенит на своей площадке уступает пока 4 очка, проиграв первую четверь со счетом 26-21. Его второй, нижний, набрал 26. Стабильно идет Незагородская команда. Правда, пропустили 27 на этот раз. Подпустили фаворитов, вроде бы, этого матча поближе. Постепенно обживается Гриффин в новом коллективе. Что касается статистики общей, здесь Зенит, кстати, вышел в концовке первой половины вперед даже по подборам. 14-13. Потеря у Нижнего по-прежнему одна за целую половину. 7 ошибок у Зенита. Процент попадания 55 у Нижнего, 54 у питерцев. Хотя результативных атак 13 на 19. По-прежнему здесь пока штрафные. В пользу хозяев. Трехочковые попытки 4-8 и те, и другие. 50% реализации. Достаточно качественный баскетбол. Очень неплохо по обороне эпизодами Зенит. Проблема с персональными замечаниями есть у игроков Василия Карасева. Причем у больших игроков. Три у Валиева, три у Лазарева. При этом Евгений очень качественно отрабатывая в обороне, пока еще не отличился ни разу. С игры в основном, да, защитные функции возложены. На этого специалиста. Все вместе. Хайл Курич, Симонович. Начинают у Зенита. Стрябков. Стрябков, Панин, Губанов. Узинский и Еловац. Ну а у Зенита еще Воронов, Рейнольдс, отобравший сейчас мяч. И посмотрите, как он бросил вперед Вытингтона. Панин опять-таки не дал забросить. Очень грамотно сумел опередить Вытингтона и выйти вперед. Сфалил, в общем-то, не грубо. Должен прибавить сейчас во второй половине в скорости Зенит. Посмотрим, получится ли в меткости прибавить. 52-50. По ходу второй четверти на 10, на 12 очков нижний. Выходил вперед. И тем не менее, сумели хозяева ликвидировать это отставание. Сейчас игра выровнялась. Что отнюдь не на руку, конечно, гостям. Симонович. Третья дальняя атака. Да, три пальца взлетают у арбитров вверх. И Зенит выходит вперед. 53-52. Самое большое преимущество плюс два было по ходу этой встречи. Где-то там, в самом начале. Мы все это уже давно забыли. Рейнольдс получает третье персональное замечание. И с этими фолами, в общем, скамейка становится не такой уж длинной у Зенита. Хотя еще, к примеру, опытный Вихров не выходил на площадку. Трехочковая попытка. И мы с вами приветствуем дальнее попадание Еловоца. Семнадцатый очко сербы в этом матче. Три сезона до этого он отыграл в Испании. За Сарагосу отвечает Кайл Курич. Пошла перестрелка. Вне всякого сомнения друг с другом в Испании пересекались. Одум. Засосало мяч. Тяжелый. Качели пошли. В начале второй половины. 57-56. Ускоряется Курич. На шаг опережает оппонента. Панин пытался даже сфалить опять со спины. Еловоц. Нашел контакт с Симоновичем. Не стал атаковать издали. Пошел. Видел, что соперник сближается. И тем не менее. Пошел в обыгрыш. 59-58. Рейнольдс не атакует издали. Только пугает. Курич вновь на Рейнольдса. Воронов один в углу. Одум. На ближнего аккуратно отыгрывает. И динамичные три минуты. Со свежими силами все вернулись, как будто начало встречи. Курич. Подталкивает Еловоца спину. Первое персональное замечание. 12 очков у Хайла Курича. Семен Авинов решил посмотреть. Повтор, да. Два или три очка. Нет, это пизод. Ну, поздно, чтобы кто-то за вас это делал. Главное, на себе, на себя. Привет, сэр. Привет. Мы видим всех абсолютно. Никакого не у нас не скрыться от нас. Вот, привет. Давно вас искали. Давно не видели. Внимание на поле. Внимание. Два очка. Сейчас посмотрим, как изменится счет. Проводите на защиту 23-й. Майкор Критер. Езжусь за первого. Майкор Критер. К Кайлу Куричу там три было засчитано. Возможно, там это было два. 57-59. Да, убрали одну очку у Зенита. Внимательные судьи. Если сомневаются, проверяют. Отобрали. Дальнюю попытку у Курича. При такой игре одного балла может не хватить в концовке. Агрессивный заступ от Вытингтона. Третий пол. Но посмотрите, все большие. Зенита уже сидят на трех персональных замечаниях. Все, кроме Баринова, кстати. За какие-то три минуты с небольшим. Четыре командных замечания у Зенита. Агрессивная защита. Настолько быстрая была передача мяча. Это хэнд-офф, что не перестроился. Воронов собирался сфалить, можно сказать, на одном. Получилось на другом. Пятый фол. Командный, уже пробивной. Первое замечание Баринова. Сколько событий уже вместили эти три с небольшим минуты. И Зенит не отстал. При этом. Но сейчас все с начала начинает. Те же четыре очка преимущества нижнего, что и были в начале второй половины. Курищ. Заслон от Баринова. Такой скользящий. И в итоге пришлось опять отступить на те же позиции. Баринов получает посту. Обострить ничего не смог. 61-57. Одум. Еловас решается на атаку. Здесь подбора нет. Гриффин. Дошел до чужого кольца. Через всю площадку. Но не смог попасть, обыграв уже Джейка Одума. Не изменился счет. И ошибка при передаче выскакивает из-за спины. Курищ и мажет в быстром отрыве. Ранее атака. Верил в свой бросок Стребков. Мячик отказался слушаться. Воронов. Посмотрите, сколько скоропалительных решений. Неоправданных, наверное, и нестойно с другой стороны. Лазарев появится. Еще один шанс дает Василий Карасев ему. Опять в борьбу. Опять не очень удачно. Последняя секунда владения. Панин пытается бороться, но слишком поздно. Воронов. Ускорение. И вторым темпом Никита Баринов. Первые два очка с игры. 59-61. Губанов. Едва мячик не перелетел в кольцо. Воронов на трехочковый решается. Евгений Воронов. 62-61. Вновь «Зенит». Получает небольшой перевес. И Зоран Лукич только разводит руками. Надо возвращать команду в игру. Петя форум, слезь. 5-6. Дай мне 2-3. Дай мне 4-3. Я шутил 4-3. Вовремя. 4 подряд поспешные атаки. Зачем? Невероятно. Ставь. 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 Хорошо. Нельзя терять ни на секунду концентрацию. Веремеенко вновь выходит на площадку. Володя очень полезен. За 8 минут 9 набранных очков. 3 из 4 с игры. И вот первое появление Вихрова со свежими силами. Водом. Веремеенко против Лазарева. обыгрывает с обратной стороны щита. На классе, на опыте. 11 очков. Веремеенко. А вот уже Лазарев. Хороший момент. И, наконец-то, первые положительные очки. Четвертого номера «Зенита» в этом матче. Вновь качели. 64-63. Еловац. Ну и фол-защитнику здесь. Слишком картинный показ. Да, за симуляцию. Техническим фолом наказан Марк Симонович. Не поверили. Арбитры. Еловац. Сравнивает счет. 64-64. За 3.35. До конца третьей четверти все сначала начинается. Беремеенко в лицевую против Лазарева. И опять обыгрывает вроде с обратной стороны. Но на этот раз не попадает Сергей Карасев. Пытается разрядить атмосферу. Лузинский берет на себя. Каждый раз, когда он решается на индивидуальные действия, ему везет. Три из трех сыгрей у Лузинского. Третий фол сейчас Лузинский получает. Пытается остановить Марка Симоновича. Гриффин. А там Веремеенко один. Ваня Стрябков не видит. Тяжелую атаку берет на себя сейчас. Симонович. Не залетела четвертая. Вот Веремеенко. В прошлом владении не получил. Стрябков. Три. Из-за спины партнера. Никто не видел момента атаки. 69-64 Карасев. Вторая попытка подряд издали. И помогает здесь Узинский. На подборе. Полторы минуты. Нижний вновь вернулся в игру. Еловас. День авиации устраивает Лазареву. И попадает со средней. Отличный отрезок. И, в общем, готов сегодня нижний удивить. Санкт-Петербург. Не лучший день сегодня у Сергея Карасева явно. Бурищ 13. Ворону 12. Симонович 11. У Нижнего Елова. Уже 23 очка набрал. Самым полезным игроком тура может стать. сербский тяжелый форвард. Сербский тяжелый форвард. Пушков и Гордон там сидят, наблюдают за этим матчем. Гордон очень не хватает, конечно, передней линии Зенита. Беременка против Воронова и аут в пользу Нижнего. Да, и хорошо, спасибо режиссерам, показывают нам. Это очень важное звено в атакующих и в защитных действиях. Зенита. Мартынов. Вводит мяч надежно достаточно. Еловац. И опять Веременка. Нашел точку, грамотную передачу отдал партнеру. Узинский. Опять в нужном месте, в нужное время. По-моему, уже теперь... Да, 4 из 4. Узинский. Стребков толкал спину Воронова. 73-64. 36 секунд до конца третьей четверти. И дальше сзади. Курич. Дальняя атака. Опять Веременка. Первый на мяче, но не смог в две руки его взять. Полит на Баринове. Никита встанет на линию штрафных бросков. Веременка очень надежен. 11 очков, 4 подбора, 2 перехвата в этом матче. Веременка. Не забрасывает Баринов. Не забрасывает Баринов. Денис Баринов. Поговорили сейчас перед штрафными. Курич и Еловац. Курич в Гран-Канарии играл 3 года. Еловац в Сарагосе. Зинский. Атаку провел. Можно было за подбор побороться. Воронов с центра площадки выбрасывает. У Сергея Карасева игра сегодня не получается. После того, как он получил приз MVP января. Все вместе, все вместе сейчас, в этой 10 минутке, мы выступаем за нашу команду. Питер, вы готовы? Мартынов. Вы готовы? Пока пара минут, одна результативная передача, но он сейчас на площадке. В решающие минуты. Рейнольдс, Симоновичи. Второе персональное замечание Володя Веременко. Уже через 9 секунд после начала заключительной четверти Кайл Курич появляется в игре. У Зенита предупредили сейчас Авинов-Узинского. Слишком активен он на выбросе. Воронов. Очень хитро играет Женя Воронов сейчас. 14 очко капитана. И он выходит в лидеры результативности. У Мартынова отбирает мяч. Воронов в завершении не пожадничал Рейнольдс. Таймаут тут же берет. Зоран Лукич. Нет. Вроде просил таймаут. Решил еще один шанс дать команде. Еловатс вниз. Зачем-то опустил мяч. Симонович. Мартынов. Не очень быстрые ноги для заднего игрока. И вместо Мартынова должен сейчас появиться... ОДУМ. Шесть очков. Три передачи. Достаточно уверенно и действенно. Площадки от Джей КОДУМа. Восемь секунд и фолл в нападении. Четвертый фолл Евгения Валиева. Капитан Нижнего в игре. Петр Губанов. А вместо Валиева в зените Уитингтон. В игре. В этом ауте мяч отдают все-таки гостям. Но прессинг разбивается реактивной скоростью Стрибкова. И сверху надежно Владимир Веремеенко. 75-69. Огонь игра. С фоллом продавливая Веремеенко Уитингтон. Мужской мяч. Забивает сейчас в этом проходе. Пропустив, пытался подстроиться под скорость 21-го номера Веремеенко. Проиграл здесь позиции. Но забрал подбор после промаха. Пол Воронова против Губанова. Да, в мясорубку может превратиться просто концовка этой встречи. Никто не снижает планку в обороне. Пробежка. Напугали Стрибкова. Защитные действия Евгения Воронова. 71-75. Уитингтон издали. И вернулся к нему мяч. Воронов. Красавец Евгений. Женя уже почти под 20 набросал со спины. Отбирает мяч. Уверемеенко. Вытингтон. Четвертый фолд. Да еще и не спортивный. У Уизинского сейчас. Вадим Панин. Все свои пять очков он набрал с линии штрафных в этом матче. И сделал, кстати, четыре результативные передачи. По-прежнему самый высокий показатель в ассистах в Нижнем Новгороде. У Зенита шесть передач. Вот у этого парня, который сейчас пробивает штрафные. Скотти Рейнольдс. 75-75 и владение Зенита. За две с половиной минуты съели. Перевес восемь очков. И снова с нуля. Кайл Курищ. Фирменное забегание и промах. Подбор Уитингтона дальше. Еще 14 секунд владения. Рейнольдс промахивается. Губанов подбирает. Вот сейчас очень сложно уже не ошибаться. Да, еще раз повторю. Эпизодами просто потрясающая игра в обороне у Зенита. Разбирается Панин. Стрябков. Свободная атака и попадает с периметра снайпер. 78-75. Очень важный бросок, но не решающий отнюдь исход этой встречи. Больше шести минут еще играть в основное время. Карасева мы так еще и не видели. Еще один бросок с сопротивлением. Если ты становишься MVP, то надо подтверждать. Этот класс просто так залетать ничего не будет. Обидный промах Веремеенко, но серийный подбор. 15-е очко. Веремеенко блокшот от Одума для Рейнольдса. Воронов буквально минуту передохнул. Без него не решается ничего. И он тут же возвращает Зенит в игру. Евгений Воронов. 20-е очко капитана питерского «Зенита». Еловац давно не забрасывал ничего с игры. Аут. Вываливается Стрябков с мячом. Это девятая потеря. Сравнялись по ошибкам уже с «Зенитом» гости. Подустали. Тяжело держать нерф этой игры. Полы против Уиттинтона. Четвертый фолл Стрябкову. Да, тяжело ему было сдерживать сейчас. Уиттинтона штрафный. Перешла заключительный четверть «Экватор». Пять командных замечаний у «Нижнего». Всего два у «Зенита». Попытка «Вадима Панина». И подбор Стрябкова из-под носа у «Курича». Для «Курича» второй фолл. Третья командная у «Зенита». Елова циздали. Воронов везде. Пятый подбор. Евгения Воронова. В глубокой стойке встречает Уиттинтона. Губанов, но не удается 21 номеру переиграть капитана «Нижнего». Дошел. Посмотрите, куда. Всю пятерку обыграл «Одум». 82-79. Меньше четырех минут в основное время играть. Воронов. Опять Воронов. Лучший матч в сезоне. Проводит пока Евгений Воронов. 22 очка. Бонусный штрафной. Решающие минуты. И не факт, что хватит 40 минут этому матчу для того, чтобы выявить победителя. Еловас надолго замолчала. Передача какова? Стребкова на Узинского. Тот, как черт и Костробакерки, возник в трехсекундной зоне. 84-82. Узинский стал третьим, по-моему, в «Нижнем», кто преодолел отметку в 10 набранных очков. 11 у него. Воронов. Пытается спасти своих. Ровно три минуты. Играть в этом матче. И Одум. Опять сдваивание опасное. И ошибка. Еловас перестал смотреть на кольцо. Отдает борьбу на лицевую. Стребкова тот тоже устал. Ну что, инстинкт убийца сработает у Сергея Карасева. Не просто так отбывать номер. Вышел седьмой номер «Зенита». Курич, Воронов, Карасев. Сегодня Воронов задает тон. На первом шаге фолл. Но это пятый фолл Стребкова. Раз. Иван Стрибков. Это штрафные. В исполнении Кайла Курича это два. Иван Стрибков. Запаздывает немножко статистика. По-моему, в районе десяти очков пяти результативных передач. Хороший матч. И за две минуты с половиной до конца основного времени восемьдесят четыре. Восемьдесят четыре после штрафных Кайла Курича. Камолов вернулся. Вышедший из стартовой пятерки в этом матче. Но сыгравший совсем немного. В итоге блокшот Кайла Курича. Для неуверенного Одума. Затянул слишком с этой атакой Одум. Двадцать девятнадцать. Но это по отстающей статистике. Всего-навсего по подборам. В пользу «Зенита» сегодня. Очень равная игра. Игра возвращений. Игра возвращений. Повел «Зенит» после первого штрафного Кайла Курича. И плюс два у хозяев. С учетом цейтнота. Уже хорошее преимущество. Еловац. И Кайл Курич поддерживает эту быструю контратаку. Нарушения здесь не было. Одума. Тем не менее, это уже плюс четыре. И получается, как минимум, третий матч в сезоне. Нижнего не хватает на концовку немножко. Не то, чтобы не держит удар. Даже не промахи, а пара определяющих ошибок. Пара потерь. А соперник не дремлет. Тем более, такой опасный, как «Зенит». Завершится этот тур в понедельник. Суперматчем ЦСКА «Химки». Участники Евролиги от России сойдутся лицом к лицу в универсальном спортивном комплексе ЦСКА. Так, минус четыре. У Нижнего меньше двух минут играть. Одум под солидным прессом. Камолов пропускает Кайла Курича. Хорошая попытка. И здесь фолы против Губанова. Четвертый фол «Зенита». Все еще не пробивной. Без результативной атаки не зацепиться за этот матч. И вот это уже фолы «Рейнелдс». Четвертое, по-моему, замечание. Джейк Одум. 85-88. И Веремеенко берет подбор после промаха. Очень жестко кому фол здесь. Кайлу Куричу. Третий фол. Это лучший вариант для Валиева. Это было бы чуть ли не удаление. 86-88. У Нижнего еще есть шансы спасти этот матч. Большую часть которого гости ввели в счете. Но для этого нужно безупречно сыграть в обороне. Рейнелдс. Красев вытягивает на себя Одума. Бросается средний. Попадает. Сергей Карасев. Тяжелейший мяч. 90-87. Последний. Четвертый. Нет, два плюс один не будет. Готар Губанов. Два штрафных. Четвертый пол. Капитану Зенита. Невероятный по накалу матч. И как и в поединке Локомотива с Автодором. Все сегодня в концовке может решить один бросок. Меньше минуты играть. 55 секунд. 55 секунд. Каждый штрафной навес золота. Одум потерял одну очко. Сейчас Губанов подарил. 90 на 88. По-прежнему не имеет права на ошибку. Нижний, но Узинский тоже заканчивает выступление в этом матче. Карасев обыгрывает его. Технично и результативно. Выход Василия Мартынова в данном случае это не усиление. Да, не в лучшей форме по-прежнему. Макс Григорьев. Простил. Карасев оставил небольшую лазейку. Одум. Забросил бы сейчас. Давал такой шанс, задерживая свисток Сергей Круг. Пятый фолл Валиева. Первое удаление в «Зените». Зенит берет тайм-аут. Да. Очень хороший день сегодня в Единой Лиге ВТБ. Какие бы ни были результаты. 24 секунды. 24 секунды. И действительно, если сейчас забрасывает два штрафных в нижний, то нет смысла фалить. Нет смысла нарушать правила. Нужно держаться, пытаться остановить атаку и затем иметь шанс на спасение этих секунд шесть, которые будут в распоряжении. Воронов 23 очка, Кайл Куриш 19. Это главная атакующая сила. Зенита. Зенита. 24 еловоц. Но он очень давно не забрасывал и мячи. 15 веременка, 11 одум. И 10 стрябков, которые уже удален. 11 Узинский. Тоже вне игры. Ну вот, похоже, все ясно. Задний игрок, решающий минуты, позволяет себе такие промахи. 92-89. Не удалось перехватить. И Куриш. Не ставит точку. 6 секунд. А вот что это? Как это квалифицировать? Как бросок или передачу? Вряд ли, вряд ли поверят арбитры то, что это был бросок Вадима Панина. Подбор нужен. Зениту Шейн Витингтон выходит. Потому что другого шанса нет. Нужно мазать второй штрафной. Ну и хочется все-таки подсказать своей команде, что делать в этой ситуации. Главный тренер Нижнего Новгорода. Второй мимо. Второй мимо, да. Один, два, подбор. Один, два. Браво. Браво. Да. Начинаем. Требый, брацар. Второй на подбор. И не уходить туда. Тачки. Хорошо? Поняли? Веремиенко должен быть на площадке. Вместе с Еловатсом. Лучший на подборе в своей команде. Шесть подборов у Веремиенко. Семь у Еловатса. Но ведь нужно еще грамотно исполнить эти штрафные. В нужный момент попасть. В нужный момент промахнуться. 27-16 пока в этой решающей четверти. Мощно на финише сыграл «Зенит». Напомню, что в начале этой 10-минутки плюс 8 было у Нижнего Новгорода. Что сейчас смотрит Семен Абинов и комиссар встречи Сергей Фомин. На этот раз не прокомментировал для нас этот повод для просмотра. 2,8 секунды. Да, было 2,2. Стало 2,8. Шесть десяток прибавили на борьбу. Шесть десяток, которые так необходимы Нижнему сейчас. И Вадим Панин, который должен попасть так, как надо для своей команды сейчас. Но он мажет первый штрафной. Оставляет шанс, да, но теперь нужно найти на трехочковой партнера. Вот так очень часто происходит в решающие моменты. Подбор. И мяч достается Шейну Уиттингтону. «Зенит» вырывает победу в этом матче в решающей четвертой четверти. Баскетбольные шахматы. Последние секунды завершились в пользу хозяев. Да, все хорошо, что хорошо кончается. 92,89. Спасибо, что были с нами сегодня на баскетболе Единой Лиги ВТБ. Дмитрий Гораненко говорит вам до новых встреч на лучшей игре с мячом. «Сильнее, кто всегда!» «Сильнее, кто всегда!» «Сильнее, кто воплотирует в наших игре!»